В эфире послесловие к новостям. Новоселье у обезьян, суррогатное материнство для медведей и борьба с контактными зоопарками. Об этом мы не только поговорим с сегодняшним гостем. У нас в гостях директора Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина. Добрый вечер. Добрый вечер. Я также жду и ваши вопросы по телефону 222-0041 для абонента послесловия. В эти выходные только были с детьми в зоопарке и вольер с обезьянами был закрыт на реконструкцию. Понятно, что животные сейчас находятся в открытых вольерах. Что изменилось в экспозиции, где раньше зимовали приматы? На самом деле сегодня мы открыли совершенно обновленный павильон приматов. Там сейчас представлено три интереснейших экспозиции. Вновь оборудована и сегодня представлена нашим гостям, жителям города Екатеринбурга. Экспозиция герпета фауны Южной Америки. Это небольшая экспозиция на входе. Мы продолжаем обновлять экспозицию «Амазония ленивцы». Она у нас работает. И совершенно в новом качестве предстала экспозиция наших обезьян. Теперь до них можно дотянуться рукой фактически. Практически через стекло. Их можно увидеть. Потому что павильон в Оле и Суде был один из первых в рамках реконструкции, проводимой в начале 90-х в Екатеринбургском зоопарке. И поэтому выполнен он был, конечно, по старым проектам, по старым технологиям. И со временем, и уже сейчас было совершенно невозможно смотреть на наших питомцев, уникальных. И по своему разнообразию, по составу своему уникальной коллекции наших обезьян невозможно было наблюдать через мелкую сетку, через стекло, которое перпендикулярно размещено и бликует постоянно. Ну и, конечно, самая главная проблема, по которой мы работаем по всем павильонам, это отлаживание, наладка, ремонт, вентиляция. Да, у приматов было невозможно дышать. Да, и не только у приматов. Мы с этим боремся по всем павильонам, но здесь мы тоже, я надеюсь, этот вопрос решим окончательно и бесповоротно. Кому еще ждать новоселья из питомцев зоопарка? На сегодня новоселья обновленных вольер будут ждать и получат в конце сентября, в начале октября наши мишки. Бурые медведи будут жить в вольерах с отремонтированными, самое главное, бассейнами. А наполнение среды будет соответствовать, это сосновый бор взят за основу. А наши белокоготные медведи будут жить как на теньшане. И художественный эскиз уже согласованный, это будут горы теньшаня и склоны теньшаня. То есть появятся такие же фотообои, как у обезьян? Ну это не фотообои, вообще-то это бечатный бетон. У обезьян невозможно использовать фотообои. Фотообои у нас использованы только, да, у ленивцев, те, которые ленятся и не оторвут. Вот. Тут используется технологий сейчас современных очень много. Вот одна из технологий – это печатный бетон, она очень обширно применяется зоопарками России и Европы. Ну а гималайские наши мишки будут жить на гималаях. Но площадь вольеров невозможно увеличить, я так понимаю. Площадь невозможно увеличить, но я надеюсь, что мы пространство разобьем. Не будет вот ощущения замкнутого пространства, потому что с художниками мы сейчас очень внимательно работаем, со специалистами, чтобы оформлением вольеры, прежде всего созданием комфортных условий для животных, созданием комфортных условий для наших сотрудников и, конечно, для наших посетителей, мы представим наши вольеры, открытые вольеры медведей совершенно в другом качестве. Но решетки не исчезнут никуда? Конечно, решетки мы не можем. Это самое главное условие безопасности для имишек, и наших посетителей – это решетка. Но в проекте нового зоопарка, который сейчас обсуждается, только проект. Есть такой вариант, что звери будут жить не за решетками, будут больше открытых пространств. Что вы можете сказать про этот проект? Какие основные плюсы? Может быть, есть минусы? Вы знаете, на сегодня зоопарковое сообщество, к сожалению, только один раз увидело этот проект. На презентации было совещание большое в городе, Круглый стол. То есть он еще в разработке? Да, он в разработке находится. Если удастся создать хорошие, удобные условия для животных, мы это приветствуем всей душой. Потому что на самом деле животные достойны более такого существования. Хотя площадка, которая сейчас рассматривается, она, конечно, вот у меня вызывает очень много вопросов. С одной стороны, птицефабрика, экология, которая идет от птицефабрики, с другой стороны, взлетная полоса. Но я думаю, что занимаются этим серьезные специалисты. И когда будут проводиться согласования со всеми надзорными органами, все это будет учтено. Ну и специалисты же обещают осушить эту территорию. Медведи на болоте не живут. И многие виды животных на болоте не живут. Но предполагается серьезная мелиоративная работа. Адаптировать эту площадку для животных. Во всяком случае, так заявлено. Ну, чешский эксперт, гость из Чехии, сотрудник зоопарков, он приезжал недавно к нам в город, был у нас в эфире. Он похвалил коллекцию Екатеринбургского зоопарка. Сказал, что таких животных, как здесь в Екатеринбурге, собраны, ну, мало где можно увидеть. Чем особенно гордитесь? Вот мы гордимся, прежде всего, и с Иваном Коботом мы общались, принимали у себя. Это один из ведущих герпетологов Европы. Его знают все зоопарки евроазиатской, региональные ассоциации зоопарков и аквариумов, именно как герпетолога. Мне понравилась его идея, когда я спросила, ну, Иван, скажите, пожалуйста, как специалист, как человек, глядящий на все это новыми глазами, новый взгляд, с вашей точки зрения, нашим животным плохо? Он говорит, вы знаете, все зависит прежде всего от ухода за животными, от работы киперов, зоотехников, ветеринаров. Потому что можно иметь роскошные условия, но больного, нездорового животного, несчастного животного. Ваше животное производит впечатление здоровых и счастливых. Я не могу не поговорить про всероссийский проект, в котором участвует и наш Екатеринбургский зоопарк. Это такая база, как я понимаю, медведей, которые могут стать суррогатными матерями, бурых медведей, которые могут вынашивать полярных мишек, которые сейчас находятся на грани исчезновения. Насколько это реально, насколько это серьезно? Вопрос обсуждается, и даже кое-какие-то эксперименты начаты. Но вопрос очень спорный. И я бы не хотела сейчас брать на себя такую высочайшую ответственность, давать оценку этому проекту. Потому что есть результаты самые разные на сегодня в зоопарках России. Как отрицательные, так и положительные. Но отрицательный результат в любом эксперименте – это тоже результат. На самом деле вопрос сейчас в разработке работ. И мало того, наши специалисты действительно в этом участвуют. У нас ветеринарные врачи, их вызывает Казань, руководитель проекта этого. Они вызывают их, участвуют и работают по этой программе не только с медведями. Это и моралы, это вообще крупные животные. И последний вопрос. Очень коротко я знаю, что, опять же, Екатеринбургский зоопарк вступил в недавно созданную ассоциацию зоопарков и аквариумов России. И что вы будете лично писать законопроекты, которые помогут сохранить животных, особенно те, которые находятся в контактных зоопарках, в торговых центрах? Сейчас это очень модно, сейчас много таких контактных зоопарков. Расскажите про этот проект. Ну, в целом, писать законы, конечно, в этом году знаковое событие состоялось для зоопарков России. Состоялся первый учредительный съезд ассоциаций зоопарков и аквариумов России. Такие ассоциации есть практически во всех европейских странах. Есть в Белоруссии, есть такая ассоциация в Украине, в Румынии, где всего 16 зоопарков. И, наконец-то, Россия собралась и решила, что надо, надо, надо сделать свою ассоциацию. И, коротко, будут ли закрыты контактные зоопарки в торговых центрах? Самое главное, именно эта ассоциация поможет сдвинуть с мертвой точки законопроекты о зоопарковом деле, и в том числе о работе, упорядоченной работе контактных площадок. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Пожалуйста, приходите в зоопарк. Обязательно. В эфире была программа «Послесловие». Хорошего вечера.